Не прави меня! Уйди! Утро в сквере Студгородка начинается с потасовки. На этих кадрах, снятых очевидцами, видно, что сотрудники охранного агентства, приехавшие на место вместе со строителями, оттаскивают людей от техники. Активисты пытаются любым способом защитить сквер от вырубки. Накануне остановить работу им удалось, сегодня все закончилось синяками и ссадинами. Не понравилось, когда меня поваляли по асфальту, навалились там на меня всей гурьбой. Ну, естественно, удушающие силовые приемы. Я понимаю, что профессионалы, и они не могли в открытую бить по морде. А вот такие действия мне совершенно не понравились. Опять же, в тихушку постучать по почкам. Ну, как бы порвана одежда, ободранные руки. Впрочем, пострадали обе стороны конфликта. В потасовке они лезли под этот трактор. И получилось так, что кто-то мне заехал из активистов в лох. Ну, как бы я-то, ладно, на работе взрослый человек. Я, дай бог, живой останусь с этим рядом трактором. Но на самом деле они о детях-то пускай подумают. Сейчас в этом разбираются полицейские. Их вызвали сами активисты. Тем временем забор вокруг сквера становится все длиннее. Напомню, после того, как зеленую зону огородят, там начнут вырубать деревья, чтобы расчистить площадку для возведения студенческих общежитий. Как миллионному городу миллион деревьев? Что это были за лозунги? Это просто какая-то предвыборная агитация была? Людям вот пыль в глаза пускали? Или это на самом деле есть такой лозунг? Есть такое законодательство? Что-то в эту сторону есть, чтобы не вырубать-то деревья, оставить нам их? Мы все равно будем протестовать. У меня ребенок 10 лет, он сидит, уроки делает и плачет. Мама, неужели там вырубят все эти деревья, где я буду гулять? Мы здесь на горке гуляем каждый год на Новый год, наряжаем ёлку. Извините, нервы уже не выдерживаю. Жители рассказывают, что уже обращались и к районным, и к городским властям, и даже записали видеообращение к президенту. Однако пока их никто не слышит. Сквер рубить нельзя. Но, несмотря на мнение жителей района, администрация СФУ решила строить здесь комплекс жилой. Покровим наш сквер! Сегодня представители администрации города, СФУ и застройщика комментировать ситуацию в сквере нашей телекомпании оказались не готовы. Депутат Сергей Толмачев считает, что накалять обстановку не стоит ни активистам, ни властям. Сейчас нужно заострить внимание на пересадке деревьев и благоустройство другого сквера неподалёку. А бросаться под колёса трактора нецелесообразно и не приведёт ни к чему хорошему. Я вот скептически отношусь к этим пострадавшим в том числе. То есть я за сквер, но те борцы, которые пытаются какие-то скандалы устраивать, они идут неверным путём. Потому что чем им строители-то виноваты? Люди делают ту работу, которую и должны делать. А во-вторых, мне кажется, что все эти борцы под камеры приезжают и уезжают. Потому что я сегодня там был с обеда. Там ни борцов, ни экологов, защитников вечных всего подряд. Их там никого нет. Там спокойно строители ставят забор. Тем не менее, люди намерены идти до конца. Мамочки с детьми, некоторые студенты, преподаватели собираются отстаивать свой зелёный уголок. Антон Шевчук, Алексей Егоров, Афонтова, Новости.